Всем привет! Решила я разбавить повестку дня косметикой. Честно скажу, последние месяца три макияжа делать, как-то там краситься, вообще желания особого нет. Иногда только делаю это для видео. Но у меня есть новинки. Расскажу сегодня о уходовой косметике, которую недавно приобретала в последнее время. Чем пополнилась моя коллекция, если так можно назвать. Но вообще слово коллекция косметики не люблю. Я считаю, что ей нужно, как и парфюмы, косметику декоративную, уходовую не коллекционировать, а пользоваться. Дневной крем обновила. Это Estee Lauder дневной крем SPF 15. Простое увлажнение, ничего здесь сверхъестественного нет. Estee Lauder мне всегда подходит. Неплохой, но ничего вообще не делает. Это на возраст оля 30-35-40 лет, смотря какое у вас качество кожи, что вам нужно. Он легкий, не забивает особо поры, не сильно жирный. Прямо, да, если у какого-то комбинированная кожа в каких-то местах склонная к сухости, где-то жирнится, особенно летом. В общем, неплохой среднечковый такой крем. Он, кстати, довольно-таки относительно недорогой всегда у них был и остается из всех, которые линейки есть. Просто приятный, хороший. Если я им пользуюсь с утра, потом тональный крем, либо какие-то BB кремы не скатываются. У меня сейчас дневной крем, который мне не нравится. Я его не буду повторять. Я не знаю, что на меня вообще снизошло, почему я его купила в полном размере. Это Origins с оранжевой крышкой. У меня был набор миниатюрок Origins, маски там всякие. Я вам рассказывала про это, и мне они очень понравились. Я тогда крем купила. Это ошибка однозначно. Он плохо впитывается, он остается на коже, скатывается потом в колбасы. Косметику по нему не нанести. Короче, отвратительно неприятный крем. Никогда его не повторю. Надеюсь, что с этим проблем не будет. Прям вот в этой упаковке, не помню, вроде бы еще не покупала его ни разу. Но другие простенькие такие крема, ничего не делающие, просто увлажнялки от Estee Lauder мне нравятся. Я думаю, что я, надеюсь, по крайней мере, буду не разочарована им. Следующий мой крем – это пятая банка. Да, я не поленилась и посчитала. Это пятая банка. Clorans Multi Active Nuit. Для нормальной комбинированной кожи. Синенькой банки крем. Это возраст 30-35. Потом у них линейка уже идет розовые кремы и золотые. Это уже для 40 и плюс. Я его, видите, еще не распечатывала, потому что у меня еще заканчивается предыдущая баночка. Пожалуй, не буду спускать здесь воздух. Любовь пять раз уже приобретала. Может, даже шесть. Но пять я точно насчитала. Я несколько лет последних на этом креме. Если я… Он мне всегда подходит и зимой, и летом. Есть еще вариант у них для сухой кожи. Ощущение, знаете, прям такой холености, добра на лице. И это не супер какой-то люксовый продукт. Обычный среднячок. Не какая-то супер люксовая, например, у них линейка направления и так далее. То есть, очень круто. Многие кремы, например, даже Ля Мэр. Он вообще обычный какой-то примитивный состав. Он своих денег на самом деле не стоит. Это линейка Ля Мэр вообще крема. Вот это работает. Лично сравнила на себе. Гораздо лучше, приятнее ощущение, чем то. Такой постоянный. Я вообще, честно говоря, даже не представляю, какой использовать другой ночной крем, если не этот. Я приобрела, у меня есть ночной вариант. Сандэ и Райли. О, вспомнила. Сандэ и Райли крем. Вообще не мое. Ну, прям просто он неплохой. Ну, ничего не делает. Никакой разницы в нем с ним не чувствую. Бархатистости нет. От него почему-то очень видны поры больше на утро. Вот этот пор, назовем, так сглаживает. То есть он очень хорошо ложится. Кожа именно такой цвет у нее приятный. Однородный цвет кожи. Ощущение на утро после этого крема, что как будто бы вечером я использовала какую-то приятную маску для лица. Давайте кремами и продолжим. Это крем для зоны вокруг глаз. Это Марио Бодеску Ироник Ай Крем. 15 грамм здесь. Он продается в турецкой Сифоре. Я покупала лично на Кульбьюти, заказывала. Обычный крем, очень дешевая упаковка банка. Купить меня его сподвиг пробник. Маленькая сашетка, которую мне в Сифоре здесь в Турции дали за покупку. Обычный такой крем. Состав тоже не самый лучший. Я потом уже посмотрю, что там есть алкоголь. Буквально в первых рядах глицерин, короче. Простенько, но приятно. Ничего отталкивающее. Ощущение воды. В меру увлажняет. Но когда я там увидела алкоголь, я не то чтобы... Это мои личные предупреждения. Я не тот человек, который очень сильно этого боится. У меня какие-то проблемы есть. Ну, согласитесь, деликантную кожу под глазами алкоголь как бы наносить задумываешься. Поэтому мне нравится. Он приятный в использовании. Но из-за его состава я, скорее всего, второй раз его не буду повторять. Давайте очищению. Я купила умывалку Biore. Покупала здесь в Турции. Стоила нам не 190 лир. Это привезённая откуда-то у нас из страны СНГ. Наверное, Россия. Здесь есть очень много корейской косметики. Теперь в Турции это всякие инстаграм-странички. Девочки, короче, приводят, перепродают. Я купила на русской ярмарке, где русские всякие продукты наши. Там, вы понимаете, там косметика есть корейская. Мне просто нравятся корейские умывалки. Прикольная, классная. Ничего плохого не могу сказать. Может быть, даже бы ещё... Я бы повторила, наверное. Она меня полностью устраивает. Теперь переходим к маскам для лица. Вот такую маску я попробовала. Это миниатюрка. Здесь всего лишь 30 мл. Ну, кстати, 30, но полноразмерка 50 идёт банка. Это Эспа. Natural Beauty Inner Kelm. Это маска зелёная с глиной. Я люблю дорогие глиняные маски. Я не считаю, что неважно, какая глина, она вся одинаково работает. И нет смысла покупать маски глиняные подороже, какие-то получше. Я чувствую, реально ощущаю разницу. Она есть в очищении. И вот это очень классно. Я бы её купила в полном размере. Продается она на Культ Бьюти. К сожалению, в Сифории турецкой её нет. Она очень сильно напахнет. Сейчас я попробую выдавить её. Чик-чик. Ой. Вот видите, чуть-чуть зеленоватая. Пахнет травками. Хмель. Запах хмелет. Именно листочков хмельных. Вкусно, приятно пахнет. У этой маски есть аналог. Один в один. Когда я её наносила, я думаю, боже, она у меня что уже была? Потом я такая понапряглась. Думаю, нет. Эспу я ещё ничего не пробовала ни разу. У меня ещё умывалка такая же. Даже в миниатюрке 30 мл у них не есть. Потом попробую, вам расскажу, хорошая нет. Так вот, вот эта маска, это повторка, назовём так, маска. Это уже такая же зелёная, такая консистенция. Точно такой же аромат. Не знаю, состав не сравнивала, но по ощущениям это просто полное дежавю. Это маска Glam Glow. Это её полная пародия ощущения, что я наношу точно ту же маску. Она мне, кстати, тоже очень нравилась. Она очень хорошо очищала поры, особенно в зоне носа. В общем, я, если не найду здесь Турции Эспу, я, наверное, закажу Glam Glow. Он здесь всё равно у нас вроде ещё продаётся в Сифоре, эти маски. В общем, мне... Но, по крайней мере, раньше были. Может, я их с ней снимали с продаж. В общем, маска кайфовая. Очень мне нравится. Кто любит, кому доступны заказы Культ Бьюти, в вашу страну. Я просто не знаю, на каких-то... Она на Бьюти Лиш ещё, кстати, продаётся. Ну, это британская Америка сайта, короче говоря. Присмотритесь, классная маска. Я купила средства, которые очень люблю и которые проверены. Это повторчика. Это Сьюзан Кауфман. Это увлажняющая маска. Фючтикерс маски. Это, короче, я не знаю, в каком языке. Но, может, на немецком, скорее, Сьюзан Кауфман. А, нет, это Австрия. Ну, да, наверное, на немецком. Австрийское производство этой маски. Она обычная. Я вам её показывала в миниатюрке. У меня была вот такая взбитое какое-то безе. Аромат лёгкий такой. Немножко аптечный. Какой-то помадкой старой бабушкиной сундука пахнет и так далее. Такая взбитая кремовообразная маска. Приятнейшая, просто супер. Эффект офигенный. Вот это просто в максимальной дозе вот этот крем. То есть я её обычно вечером делаю после, например, маски подсушивающей, глиняной, очищающей какой-то, да, которая сокращает вот эту жирность на лице, подсушивает что-то. Я наношу вот это. Это именно увлажняющая, прям питательная такая маска. Кожа гладкая, бархатная. К ней просто приятно прикоснуться. И эту маску кожа моя просто съедает. Я её в любом случае смываю. Минут через 20 где-то я максимально держу. Но по сути с ней, если у вас очень сильно сухая кожа, с ней можно даже, мне кажется, как ночную маску использовать уснуть. Я её, конечно, смываю, чтобы поры не забило. Но боюсь рисковать. Но по ощущениям ты её наносишь как очень крутой, классный, дорогой крем для лица. Ну, это маска. И у неё эффект реально рабочий, классный. Ну, короче, я не знаю каких-то других эпитетов. Это реально работает. И опять же, я это купила из пробника, который мне там на Кульбьюти давали. Например, в Гудибэк, скорее всего. Я попробовала и купила полный формат. Очень-очень нравится. Я её, кстати, на Кульбьюти ждала, когда её вернут. Она с продажи часто уходит. Я думаю, что очень быстро раскупают. Не всегда она у них бывает, если есть. Эту маску от Фрэш я вам уже показывала. Витаминный нектар. Маска для лица с витамином С. С запахом апельсинов, мандарин и так далее. Цитрусовая. Ой, она мне теперь ногами сейчас вам покажу. Здесь желе плотное с кусочками розы там идёт. Но Фрэш, кстати, хорошая косметика. Она в Сифоре на сайте есть. Присмотритесь, кто что-то такое уход ищет. А у меня есть водичка, тоник их, крем розовый. У них классные маски. Уход как крем и прочие тоники мне не очень. Они просто классные, хорошие, но чудес не творят. Но маски шикарные у них. Что говорить, что? Я покупала сет из масок. Я вам показывала. Все офигенные. Мне не подошла одна только тёмная, чёрная, блэк розы. Вроде бы чёрная роза. Из линии постарше. Потому что она мне забивала пор очень сильно. Но моей маме, она просто кожу её съедает. Они очень крутые маски делают. Поэтому от Фрэш я покупаю маски. И вот я купила вот этот случай. Повторить. Здесь у меня 100 мл. Есть ещё поменьше баночка. Вроде 50 и 100 они идут. У меня точно такая же. И я за два месяца использовала где-то примерно сантиметр. Расход у неё не маленький. Пользуюсь примерно раз в неделю, раз в две недели, если про неё вспоминаю. Так как она густая, у неё большой расход идёт. Но, блин, аромат этот цитрусовый. Для любителей цитрусового вообще советую. Эффект. Знаете, его сразу не заметишь. Она довольно-таки сушащая, сужающая поры. Стягивает кожу. Но при этом остаётся какая-то бархатная. Нет ощущения пересушенности. Там где-то стянули. Нет, кожа как бы подсушенная. Поры подстянутые. Но никакого-то критического такого ощущения. Неприятного стянутости. Его нет. И тоже ощущение благородности на кожу. То есть кожа нежная потом становится. И после неё, например, я вот эту Сезон Кауфман наношу. Вот я подсушиваю. А это сверху я увлажняю потом. Прекрасный тандем. Советую. Скажу, что у меня кожа склонная к шитности, комбинированная. Вообще она у меня нормальная. Не сухая. Не сухая. И не супер тоже жирная. Короче, я своей качеством кожи довольно-таки довольна. Меня всё это устраивает. И последние две маски – это фирма Аравия. Я их обе повторяю. Купила про запас. Заказывала на сайте Вайлдберриса. Ну, они продаются и в золотом яблоке. Вообще много где уже Аравия. Я вам говорила, что качество фирмы просто суперское. Я, наверное, я не знаю, снять ли отдельное видео когда-нибудь. Я накупила очень много их ухода. Потому что это такое, я бы сказала, масс-маркет, доступный эконом-вариант косметики. Очень хорошего качества. Именно по такой цене, такого качества. Я не знаю соотношение цена-качество косметики другой. У меня, знаете, сейчас я вам перечислю. Это ещё не всё будет. Я вам уже показывала. Очень хорошая линейка с кислотами. Недорогие, доступные кислоты у них. Пилинг жидкий, кислотный. Зелёная серия, которая для проблемной кожи. Убирать пустакны, всё такое прочее. Крем их же серия. Затем я заказала две умывалки. Пенообразная, энзимная умывалка в виде пудры. Тоник ещё, их тоже для проблемной кожи. На следующую же зиму я себе заказала ещё одну кислоту. Уход кислотный тоже от них. И что ещё? А ещё у меня в Аравии классные кремы для рук и ног. Ну, так как нет смысла везти из России. Тяжело по килограммам крема сюда их привозить для рук. Кремы для рук и ног я покупаю здесь в Локситан. Мне нравятся их кремы. Хотя многие говорят, что им не нравятся. Мне нравятся в Локситан кремы, руки, ноги. И ещё у них масло для тела и крем для тела. Крем для тела, лоушен боди, мне не очень нравится. Вот масло для душа, вот это миндальное именно только серия. Мне ещё миндальный крем для рук у меня любимый. И миндальный гель для душа. И шампуни у них неплохие, тоже миндальные, нормальные. Но не супер, короче, чтобы я их только скупала и ими только пользовалась. Вот. То есть у меня 6-7 предметов этой фирмы есть. Давайте уже ближе к маскам не будем уж нахваливать Аравии. Мне они не платили за рекламу. Хотя надо было обратиться ко мне. Хотя прислали бы бесплатно всё это. Я бы с таким же удовольствием всё это рассказала. Это у меня маска успокаивающая после чистки. Блин, я не ту взяла в руки. Не ту маску взяла. Ну ладно, я вам её уже показывала. В общем, в такой же банке маска у меня. Она залеплена фольгой новая. Не на ту руку потянулась. Маска для проблемной кожи. Офигенная. Я той пользуюсь и вот этой от Фрэш. Периодически меняю. Она не прям сразу что-то помогает. Она реально со своим составом классным подсушивает. Там у нас кислотой немножко идёт. Она подсушивает так, на которую были. Суперская. Вот этой я пользуюсь я редко. Потому что у меня не так часто бывают чистки. То есть у меня чистка какая-то конкретная. Я у косметолога делаю. И вот она, например, использует маски. То есть мне нет нужды её применять. Потому что чищу я не самостоятельно лицо. Ну, иногда там, например, просто подтянуть там кожу что-то. Порости. Ну, сейчас жара тем более. Лето начинает стоить. Тоже она подходящая. Успокаивающая, да. Какие-то покраснения. Нормализовать тон кожи. И вот тоже я уже ещё залеплена не буду открывать. Это маска альгинатная. Детокс. С энзимами. И папайя, и пептиды здесь. Вот и по такому составу я ещё не покупала. У меня другая альгинатная маска. Их тоже есть. Альгинат суперский. Мне очень всё нравится. Эту я просто 550 миллилитров. Я купила просто про запас, чтобы было качество. Супер. Аравия просто муа. Мне очень нравится. Вот такие у меня были покупки. Приобретение масок. Проверенная любимая моя косметика. Кремы. Также могу снять ещё видео про декоративку. Средство может где-то для волос. И вообще у меня очень много всяких миниатюрок. Маленьких баночек, которые сейчас буду пробовать. Которые были где-то там в подарке и так далее. Малиотипа, знаете, как вот эта вот маска от Эспа. Это же тоже, по сути, миниатюрка 30 миллилитров. Вообще классная маска. Поэтому ещё наберётся несколько видео о косметике. Но там больше уходовые моменты. Пишите ваши комментарии. Нравятся ли вам такие видео. Ставьте обязательно лайки. И обязательно пишите комментарии. Потому что такие видео очень мало набирают просмотров. И эта статистика, видео с низкими просмотрами на Ютьюбе. Они всему каналу портят статистику. И по сути, такие видео снимать не надо было. Потому что мои потом видео, они редко приходят в рекомендованные другим. Поэтому, чем больше статистика комментариев, Ютьюб понимает по алгоритмам, что окей, это смотрят. Это может быть интересно. Это можно предложить кому-то ещё посмотреть. Что у вас новенького из косметики? Рассказывайте свои фавориты, например, на лето. Скоро увидимся. Всем пока. Пока.